всем большой привет такое небольшое орхидейное голодание наступило и в общем пока я себе искала одну орхидею я наткнулась на две других и не выдержала честно говоря и заказала себе вот их получилось начнем что поменьше это две котлейки 2 котлейки максима сами альбовые знаете я очень очень люблю белые цветы и я очень люблю не только чисто белые как вот у меня валькиринтер мой и дай их памяти долоза альба но я очень люблю сами альбовые цветы альбенсис и в общем когда белый фон и очень яркая губа то есть белые лепестки ярко губа это для меня просто супер особенно если на губе есть какой-то рисунок и в этой вермишели скрывается моя красоточка вот такая малышка и это максима сами альба для педре на что у нас тут вот такая небольшая замечательная красотка делать какие-то прогнозы сколько там чего и до чего я не буду потому что все будет зависеть от того как она у меня адаптируется насколько она на деле крупная потому что все мы знаем максима бывают разного размера зависимости от реала обитания то есть будет зависеть от того какие у нее предки участвовали вот такая прелесть так что у нас здесь ой у нас тут смотрите какая прелесть тут просто очаровательный корешок даже корешище толщиной с бульбу я шикнула неожиданности но хорошо растет нарастить этого нового роста корешочки все хорошо тут уже почечка набухшая мой красавчик замечательная новая бульбочка ну что ж будем растить вообще мне конечно же кроме паркураты я давайте да да у меня тут миллион мыслей сразу одновременно я очень люблю паркураты я конечно же собираю себя их коллекцию как и коллекцию ансепс но я не собираюсь собирать коллекцию максим или еще кого-то но есть вот в остальных котлеях некоторые экземпляры которые я себе хотела позволить иногда я себе позволяю например вот эти макси я на самом деле выбирала больше года на не посматривала рассматривала вот и по разным заказам смотрю вот мне захотелось если прикупила то что прикупила вторая макси красотка вот возвращаясь нравится мне и перине я себе хочу купить одну или две нравится мне криспа именно белая семиальбовая криспос красивые такой рюшистой губой с обалденной яркой губой вот очень нравится мне виолация семиальбовая я себе подобрала парочку которые мне действительно поразили и я себе прикуплю возможно прикуплю себе церрулейную я видел несколько церрулейных варитетов которые более такие белые светлые лепестки и выдающие но они белая не голубовато 5 сиреневатого но у них очень классная выдающаяся губа и вот сюда понравились мне возможно вот поэтому конечно в коллекции не всегда вот только это и все есть много чего другого также узнать я очень люблю гибриды с цветами так называемыми звездочками так с участием на дозы или гибридов с на дозой сама на доза у меня есть или бросовала но доса то и вот кто как называет честно говоря не знаю как правильно но но опять-таки собирать огромные коллекции этого я буду несколько так у меня есть большая коллекция с кучей разного и в ней есть такие маленькие коллекции коллекция теста коллекция коллекции вообще я за разнообразие и попробовать надо разное я беру правда себе и выбираю мне то что мне понравилось внешне знаете вот когда увидел цветок и такой хочу не могу и потом я себе даю еще несколько дней и вот обычно дня через три если это хочу не могу не проходит то надо брать а вот обычно мне три дня ну максимум 5 хватает чтоб понять хочу брать или не хочу если через три-пять дней перестала думать об этой орхидеи и когда увидела ее фото не в спритание встрепенулась значит нет не так сильно я хочу значит брать не буду а вот когда его боже мой жить не могу спать не могу то да да я я покупаю так это у нас максима тоже сами альба ухтыж хуи юн наверное хайян хай юн в общем вот такая прелесть тут уже конечно такая побольше красотка бульбы шикарные я в восторге очень все налитые накушенные и много молодых растущих корешков конечно обалденных толстенных трогать я их не буду пересаживать я их не буду такая посадка меня устраивает все супер да у меня конечно же бульбочки похудеют я уже жаловалась в одном видео где рассказал про своих порпураты как по мне худоваты у меня котле и надо немножко обильнее их поливать но пока пока так пока приноравливаюсь возможно в дальнейшем но опять таки тоже что-то говорить по поводу худоватости своих котлей я не спешу потому что они все у меня достаточно недавно да то есть если я два года назад начала собирать обсужда в мае свою коллекцию с нуля до 2018 году в мае то опять-таки покупала котле я тоже не сходу и у меня многие котле и там меньше двух лет получается то я понимаю что это период адаптации к моим условиям и в дальнейшем когда они адаптируются конечно же все пойдет гораздо по-другому и будут более накормленные бульбы они будут более привычны к моим условиям я буду более привычна к их желаниям то вот все-таки греет меня мысль о том что бульбы которые корни будут нарастать уже в моих условиях будут жирненькими корни будут питать эти бульбы чтобы эти бульбы были жирненькие вот и уже скажем так та часть картина которая наросла у меня и живет у меня она будет сохранять определенную фигуру упитанную фигуру ну а пока да пока пока мне конечно мои котлейки смотрятся очень сморщенными но буду приноравливаться буду смотреть и вот такие у меня две одна красоточка побольше другая поменьше вот ну буду растить я еще молода красиво молодая перспективно у меня вся жизнь впереди так что буду растить думаю ну то что до моей пенсии она засветет это сто процентов но шучу все конечно шутки шутками очень красивые максиму я очень довольна очень рада кому интересно конечно же оставлю ссылку на продавца у которого купила все как всегда ничего не скрываю и если хотите не знаю пишите в комментариях пишите мне там где вы мне пишите в директе в мессенджере если надо могу оставлять и ссылки на сами растения которые я покупаю чтобы вы не искали их по прайсу хотя ребята очень стоит поискать по прайсу потому что всегда можно встретить что-то что ты очень сильно хочешь что тебе очень понравится что-то неожиданное ну а на этом все я своей посылкой покупкой очень очень довольна и ставьте лайки подписывайтесь на канал делитесь с друзьями всем огромное спасибо за просмотр солнечных дней пышности тени пока пока